здравствуйте друзья мои подписчики я роман голове и сегодня хотел объяснять лекцию что помогает душевному развитию человека это первое это естественно занятие йогой то есть когда человек занимается йогой даже для на у нее не прописано в программе это помогает во-первых расслабиться это помогает сконцентрироваться и таким образом человеку легче концентрироваться в медитации то есть как бы это помощник для медитации и в сумме это все душевное развитие напомню что в последнее время мы стали общаться плотно сущностями которые занимаются йогой и есть возможность получить для вас конкретные упражнения то есть уже прошли некоторые люди уже очень интересно как бы упражнения все разные таких на земле упражнений нет конечно второе питание по питанию когда человек находится на все едини ему гораздо сложнее концентрироваться мысли более рассеянные такие становятся и сложно очень когда человек находится на средине на веганстве на вегетарианстве ему очень легко концентрируется то есть гораздо легче чем более тонкое питание тем человеку легче сконцентрироваться страна проживания если человек живет в не той стране то развиваться вообще не получится энергии не совпадает вообще то есть шансов вообще нет ни развиваться не зарабатывать то есть это вообще мимо просто жизнь пройдет обязательно надо спрашивать какая страна подходит либо прописывать ту страну если она не так далеко находится в линейке которая очень хорошо подходит или вообще не подходит опять же это все сущностями разговариваем очень важно когда поддерживать семья вас конкретно вашем душевном развитии поддерживают дети поддерживают папа мама там дедушка бабушка если все поддержит понимание есть вам гораздо легче это сделать если все против вас а вы прячетесь на мне то на работе это делаете у друзей там конечно это очень тяжело сделать естественно надо следовать своей программе то есть если вы просто медитируете там где-то в интернете нашли где-то кто-то подсмотрел сказала рассказал его начинать таким образом медитировать можете не попасть просто не попасть во первых в программе четко прописано сколько часов должен медитировать каждый человек если конечно у него нету зал ожидания так далее то есть там уже по выбору сколько часов там сколько раз в неделю сидя лежа там и так далее на что концентрироваться если йога там другие там вещи которые мы говорим в плане духовного развития опять же это очень важный процесс то есть то что рассказывает в интернете я пока что не видел еще это то есть все что рассказано в интернете один кто-то когда-то рассказал и все друг за другом повторяю даже не задумывается для чего эти медитации зачем они нужны нужны не всем людям то есть у нас народ еще для далек от развития благоприятна обстановка доме я уже говорил как вода что помимо семьи что надо создать такую благоприятную обстановку чтобы там не было шума там чтобы соседи на вас не воздействовали так далее ваше желание еще нужно очень сильное что у вас было желание это делать не просто вот меня сущности заставляют там не то надо делать там я бы сейчас пошел пифа пивка попил там или там я пошла бы лучше магазин сходила что-то купила там поехал на шашлыки там вот мне там надо что-то там духовно развиваться то есть во первых нужно желание внутреннее глубокое желание это делать на внутреннем уровне на осознание глубоко глубоко до каждой клеточки чем быстрее то сознание придет тем легче вам будет это сделать знание своей душевной программы как я уже говорил это обязательно отсутствие серьезных болезней когда у человека есть большие болезни у него очень сложно серьезные болезни хронические длительные глубоко зашедшие с большими изменениями морфологическими в теле очень сложно естественно медитировать и сила воли должна еще быть сила воли опять же не у всех она есть но это можно силу воли добавить с помощью сущности там прописать желание чтобы лучше было медитировать и так далее опять же вот по есть упражнения асана из йоги которые будут давать возможность лучше концентрироваться то есть перед каждой медитации там буквально за какое-то количество времени делаем специальное упражнение и вам легче будет концентрироваться иногда руны можно прописать на концентрацию вот то что я еще не сказал в предыдущей лекции по теме что мешает духовно душевному развитию игра я не сказал про игра игра сегодня я про игра игра говорю если вы религиозны очень сильно фанатичны то у вас как правило всегда есть религиозный грегор вы теряете энергию даете энергию темным таким образом очень сложно развиваться и можно попасть на карандаш к темным а мысли человек когда очень сильно загружен они очень много мысли в голове и когда человек меньше думает о чем-то ему гораздо легче концентрироваться выбирать такое время когда вы не очень много думаете и не очень загружена решите проблему какую-то потом уже медитируете например да вот либо выберите такое время что утром проснулись мозг еще немножко такой полусонные мало думает в это время можно медитировать понимание мир устройства когда человек понимает мир устройства о том о чем мы с анастасией говорим на канале постоянно говорили говорим и будем говорить пока мы дышим пока мы живем когда есть возможность это делать естественно когда человек углубляется в эту информацию адекватные воспринимает понимает пропитываю через себя спокойном режиме не так что вот там что-то где-то услышал а вот что-то там не сработало вот там что-то там я не допонял вот там оказывается не одна душа много я развиваться не буду там что-то все ты ну короче вот в таком духе когда человек думает он никогда в жизни не разовьется то есть человек который уже встал на духовный путь развития каждое слово насти каждое слово моё на канале она зачастую выверено очень много раз и когда я рассказываю все свои своих лекциях информацию даю я от себя тяну никакой не несу то есть это вся информация из ченнелингов я когда-то от себя рассказывал пять лет назад еще когда не было ченнелингов да это информация там про питание там тоже очень много интересных лекций сегодня вся информация она из ченнелингов поэтому есть смысл слушать переваривать и причем эту информацию пропитать просеивать из себя с чувств и стол с толком с расстановкой и осознанием что эта информация она постепенно будет ложиться постепенно ваш мозг они просто то все там я отвергаю там потому что я 20 книг прочитал там такого нету ли там кого-то услышал там или меня так научили в 20 эзотерических школах там где проходил обучение вот вот это сразу не надо включать как бы да надо расслабиться просто почувствовать эту информацию и двигаться дальше желание жить просто тяга жизни желание жить радоваться жизни идти вперед но эту радость я уже говорил во многих лекциях надо самому создать чтобы вас не тошнило от ваших детей от жены того или наоборот от мужа там надо что-то сделать жизни что-то поменять найти другую работу там еще вторую работу ли там сменить регион проживания там страну сменить работу сменить подружек сменить друзей с ней пойти фитнес-зал на югу что-то надо сделать со своей жизнью хотя бы счета начать что у вас радость какая-то появилась путешествовать там на природу больше выезжать и тогда чем-то надо сделать так чтобы ближе к природе были немножко приходили в себя после так столь сложных дней нашей жизни обыденной так далее чтобы жизнь она как бы наступает со временем такая как бы серая становится что бытовуха засасывает на самом деле финансовая стабильность когда вы постоянно думаете где взять деньги мы живем в финансовом мире естественно мы всегда думаем где взять деньги где заработать и так далее то есть конечно большие возможности предоставляют сущности и очень здорово могут изменить вашу жизнь тоже тут было несколько случаев нашей жизни когда прописывали человеку руны а вот у него брат близнец оказался и мы прописали сущности перепутали и причем мы говорили что вот не перепутайте и сущность перепутала прописала брату брат не видит ни во что не развивается а второй как бы с нами находится вот развивается идет пожизненный короче у брата все в жизни изменилось в лучшую сторону и а второй который это же понимает увидеть со стороны что все изменилось то есть интересный такой момент и горит роман вы наверное перепутали прописали ну не там вот его со стороны видят как на человека влияет духовное развитие то есть как руны которых мы постоянно говорим влияют то есть не себя наблюдать а он наблюдает со стороны другого человека своего родного брата-близнеца было такое и с одной женщины в которых тоже двое детей и когда мы говорим там что вот там надо рисовать идеально рисовать получается и понимает сущность что она перепутала что другой человек хорошо рисует старше да а младше нет а мы про младшего говорит там тоже такая разница небольшая возрасте тоже была маленькая путаница но это очень редко бывает и тоже интересные случаи такие которые можно рассмотреть и со стороны о том что это все не работает ну люди вот эти скептики они до конца будут рассказывать сказки что это только его заслуги ничьи другие и постепенно когда финансовая стабильность налаживается конечно же таким образом и мир милей становится и жить хочется и настроение улучшается так далее то есть мы сами себе создаем такую ситуацию жизни либо свою планку как-то занизить да то есть если у вас в программе не прописано что вы много должна заработать значит она как-то планку свою понизить финансовую ну чтоб я хочу дорогой телевизор машину там еще что-то там пятикомнатную квартиру вас этого нет и вы время этого ждете ждете нет нет и нет и не будет наша программа другая естественно вы себя загоняйте в комплексы проблемы психологические и стрессы постоянные ну пропаганда душевного развития то есть когда вокруг вас никто не развивается вы себя ловите на мысли почему я должен развиваться никто не развивается естественно вам тяжело конечно когда люди вокруг будут это все осознавать пытаться понять эту информацию то больше людей будут вручены там в йогу там медитацию там будет понимать что такое душевное развитие интуиция лучше будет и конечно когда все этим занимаются на серьезном уровне естественно больше желания будет делать у всех и когда все вместе развиваются до вся семья не только там вы один до в семье остальные в это не верит либо не хотят когда все развиваются естественно тогда постепенно гораздо легче это делать понятно что когда дети там не сюда успеваешь там двое-трое работа ну это временно бывает потом постепенно все налаживается но конечно за этот промежуток времени много можно потерять потому что как мы уже знаем душа не одна приходит и вот этот промежуток времени то душа может не выполнить программу потому что в этот момент там вы очень сильно заняты всегда можно найти время даже полчаса в день если очень сильно захотеть искать человек не хочет он всегда будет искать повод чтобы это не сделать я к себе это говорю я тоже не идеален есть моменты которые мне улучшать надо работать над собой я работаю и каждый над собой работа для этому сюда все пришли чтобы работать над собой и улучшаться всего самого доброго удачи увидимся в новых видео до свидания